Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Жамбул экстренный выпуск новостей. В окрестностях Тараза на территории Байзахского района произошла чрезвычайная ситуация. По данным Министерства обороны, на территории войсковой части 28.349 в 19.02 начался пожар, в результате которого происходят взрывы неустановленных предметов. По поручению президента Республики Казахстана Касым Жамар Дутакаева в Жамбулской области вылетела министр обороны по чрезвычайным ситуациям и заместитель министра внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Временно приостановлено железнодорожным сообщением. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело, мобилизированы подразделения МЧС и МВД. Уже после 7 вечера в социальных сетях стали распространяться видео с места происшествия. На кадрах видны сильные пожары и задымление, после чего происходит взрыв. Причем взрывная волна ощущалась даже в городе. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, причина взрывов стала возгоранием возле одного из складов воинской части. По данным ведомства, к тушению пожара привлечены пожарные команды, части на гусеничных пожарных машинах. К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерала-лейтенанта Руслана Шпекпаева. Министерства обороны под руководством заместителя министра генерала-лейтенанта Руслана Шпекпаева. В военном ликвидации последствий ЧП оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбулской области. Ликвидация очага возгорания продолжается. На складе сохраняются преимущества инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем, в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов Ужбулах, Жебек-Жала и Хайнар. Заместитель Акима области, Давлет Карибек, просит жителей города не выходить из дома и к окнам не приближаться. Я прошу всех сохранять спокойствие. В целях обеспечения безопасности производится эвакуация жителей с сел Ужбулах, Жебек-Жала и Хайнар. Убедительно просим жителей города Тараза не выходить из домов и к окнам не приближаться. Создан штаб под руководством Акима Жамбулской области. Идет работа по ликвидации чрезвычайной ситуации. Все под контролем. Есть сообщения о поступающих в лечебное учреждение. К данному часу уже известно о 32 пострадавших. В основном это сотрудники областного департамента по ЧС и военнослужащие. По предварительным данным на территории военчасти отсутствуют артиллерийские снаряды дальнего и среднего действия. Звуки взрывов и красная марева над местом техногенного катаклизма не добавляет оптимизма местным жителям. Звуки взрывов и красная марева над местом техногенного катаклизма не добавляет оптимизма местным жителей. Звуки взрывов и красная марева над местом техногенного катаклизма не добавляет оптимизма местным жителей. Мы проживаем в селе Байзак. Взрывы были слышны отчетливо. Мы уезжаем из села, так как боимся. В городе родственников нет. Будем искать тихое и безопасное место. Помощь нам не оказывается. Взрывы на складе еще продолжаются и ощутимы в городе. Оцеплены все прилегающие территории. Информация о пострадавших в результате взрывов сейчас уточняется. Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются. Просим жамбылцев сохранять спокойствие. Это были все новости к этому часу. Журналисты нашего телеканала продолжают отслеживать информацию, работают на месте событий и дежурят у медицинских учреждений. Обо всем, что им удалось узнать, мы расскажем в следующем выпуске новостей на нашем канале. Мира, добра и спокойствия всем. Доброй ночи. Продолжение следует...